Небольшая преамбула. Мне, когда, значит, я менял провайдера интернетского, мне они написали следующее, что очень важно, чтобы вы не писали бессмысленные тексты. Браво! Вот это меня поразило. Я задумался, очень сложно ведь придумать без полностью бессмысленных текстов. Я подумал, что это могло быть. И вот, значит, родилось вот это. Пишу бессмысленные тексты и помещаю в интернет, чтоб компрадорскому режиму доставить наибольший бред. Прочтет любитель интернета, любитель интернета с большой буквы. Любитель интернета с большой буквы. Такой набор бессвязных слов и ничего не понимает. Зовут Суркова. Где Сурков? Но как на новые ворота на этот текст Сурков глядит. Бессмыслица. Природа, птички, какой-то среднерусский вид. Сидит какая-то ворона на покосившейся избе. А где же курсы биржевые? Где индексы ММВБ? Он ничего не понимает. Какой пейзаж? Зачем пейзаж? Где эффективность производства? И где количество продаж? Где инвестиционный климат? Где козни биржевых быков? От мозгового напряжения впадет в безумие Сурков. Он скинет свой пинжак английский и схватит острый карандаш. И крикнет «Отвяжитесь, гады! Засуньте в жопу свой пейзаж! Опасно надо мной глумиться! Учтите это, господа!» И прочь по волоку Суркова. И он исчезнет навсегда. И наш любитель интернета капризно промочит. «Да ну, я ничего не понимаю. Я так устал, пойду вздремну». Его сонливость одолеет. Чуть что он будет засыпать. А под него при этом будут враги усиленно копать. И он провалится внезапно на удивление всей стране. И будет в вырытую бездну лететь всю жизнь, причем во сне. Но тех, кто завладеет властью, такой же крах ужасный ждет. Ведь на бессмысленные тексты они наткнутся в свой черед.